Ребята, всем привет! Все сильнее и сильнее я погружаюсь в аккумуляторную или электротранспортную тематику. К сожалению, это направление достаточно дорогое. Дорогие аккумуляторные батареи, дорогие средства их контроля и проверки. Я уже заказал себе SkyRC 3000, но для измерения внутренних сопротивлений я заказал себе отдельное устройство. Дело в том, что даже тот же SkyRC, я уверен, что там сделано, конечно, лучше, чем на Литокале, и данные его более-менее правдивые. Но, тем не менее, схема измерения там не четырехпроводная, и она не позволяет маленькие сопротивления измерить очень-очень точно. А вот что позволяет очень-очень точно измерить, это вот такой вот китайский приборчик 1035 модель. Есть у него там то ли постарее модель, то ли поновее. Она там отличается, ну, буквально там по цене на пару долларов. Я заказал в комплекте с вот такими вот иголками. Ну, вот одна иголка уже у меня согнутая, то есть они должны быть две. То есть это есть четырехпроводная схема измерений. Грубо говоря, сопротивление проводов, оно никак не влияет на показания. И это очень важно, ну, как, допустим, вот у меня есть мультиметр. Когда ты измеряешь там 10, 20, 30 Ом, то то, что вот это вот добавит одно или две десятые Ома, это, ну, вообще погода не сделает. А когда тебе нужно измерять не десятые Ома, а тысячные доли Ома, то тогда вот это вот, ну, это большая погрешность. И поэтому вот используются специальные вот такие вот щупы. Генератор подает на один из этих контактов сигнал, а снимается именно измерительной частью со второго контакта. И получается, что, ну, я могу поподробнее все объяснить, как работает, если вам интересно, могу снять отдельное видео. Но вот этот вот уже не работает. Китайское качество, блин, ну, за что мне такое, а? Он согнутый, сейчас мы его поправим. Очень сильно цена этого прибора зависит от того, что идет в комплекте. Стоит чуть-чуть чего-то добавить в комплекте, цена может измениться буквально чуть ли не в два раза. Так, батареи, наверное, внутри нету. О, даже есть! Блин, я просто обожаю вот этих ребят из Китая. Измеряет он, ну, по крайней мере, должен измерять очень и очень точно. Потому что тут аж пять знаков после запятой. То есть должен показывать даже десятитысячные. Вот эти вот аккумуляторные батареи у меня были заряжены все. Плюс-минус простояли какое-то время. И я сейчас хочу сделать тест сопротивления. Они у меня все отмечены. Все это я занесу в таблицу, потом я на них покатаюсь. И через какое-то время снова посмотрю, насколько у них изменилось их сопротивление. Раз, снял. Если будешь и так, ничего не получится. А вот за эту штуку раз, и он сразу же и защелкивается. То есть сейчас дернешь за провода, он не оторвется. А чтобы снять, просто дергаешь за эту штуку. Такие вот мелочи, из которых состоит удобство использования. 39200. 39197. Ну что можно сказать? Флюк согласен с этим аппаратом. Скорее всего, я сейчас измеряю неправильно. Нужно будет сейчас почитать инструкцию. Но тем не менее, давайте посмотрим. Вот у меня есть самсунговский один аккумулятор. Вообще-то я заказал 50 LG. Но у ребят 50 не было. У них было только 48. Они об этом, естественно, не сказали. Они взяли, просто добавили два Samsung. Которые мне нужны, как козе баян, как говорится. Вот видно, кстати. Вот очень наглядно. Вот эти вот LG, которые идут в HE2, которые я заказал именно с Алиэкспресс. Они имеют сопротивление 13,5 милиома. А вот Литокала, который HE4, который тоже высокотоковый, у них почему-то сопротивление 24,1. Уже едва. Но повторяемость очень хорошая на самом деле. И Samsung тоже. А на Samsung побольше. 14,07. То есть вот эти, конечно же, LG-шки интересный вариант. Напряжение 3,9, 95, 78. 95, 78. 95, 82. По-моему, очень точно. И кто из них врет, я понятия не имею. Но вот здесь вот есть калибровка. Я не знаю, как ее делать. Поэтому я перед тем, как дальше что-то продолжать. Потому что, скорее всего, те измерения, которые я сейчас сделал, они неверные. Но сейчас я посмотрю в интернете, как им пользоваться. Потому что никакой инструкции, ни черта нет. Хоть бы прислали бы что-то. Ну, спасибо хоть за запасные пины. Их 4 штуки. Это, конечно, огромное спасибо. Кстати, это тоже дорогие достаточно вещи, дефицитные. Их у нас, допустим, ты их не купишь. Не смотрел я все-таки в интернете, как делается это обнуление. Но, скорее всего, нужно замкнуть. Вот я сейчас замкнул на луженую площадку. Ну, и вот он показывает 0,0 и 1,26 мОм. И мы зажимаем и держим Zero. И вот он обнулился. Крокодилы здесь тоже интересные. Тоже четырехпроводная схема измерения. То есть, если вы ставите крокодил на клемму, то через один провод подается сигнал с генератора. А с другого провода снимается измеренный сигнал. То есть, сопротивление вот этих вот проводов, оно абсолютно никак не участвует в самих измерениях. То есть, я могу даже удлинить там на 5, на 10 метров. И это абсолютно никак не должно повлиять на показания. Но именно поэтому используется четырехпроводная схема во многих датчиках и других шунтах, например. То есть, это очень распространенная схема для именно точных измерений малых величин. В общем, измерил все свои 48 ячеек. Значение занес в таблицу. И посчитал, ну, в Excel поставил формулу. В общем, у меня среднее арифметическое сопротивление всех вот этих вот аккумуляторов получилось 13,7. Минимально 13,28 и максимально 14,29. И стоит сказать, что 14,29, он прям единственный, он сильно выбился относительно всех остальных. Потому что все остальные в основном до 14. Там 13,9, 13,8, 13,6. Что касается вот этой вот литокалы, которая якобы LG HE4. Здесь у меня получилось 24,4. И что странно и очень интересно, я специально скачал даташиты на LG HE2. И в даташите написано, что их сопротивление при измерении на переменном токе частотой 1 кГц должно быть до 20 миллион. Что, собственно, мы и наблюдаем. У меня нет ни одной ячейки, которая была бы больше 20 миллион. А во что касается LG HE4. Я думал, что у них допустимо больше сопротивления, так как я, собственно, и получил больше. Но, открыв даташит, я также обнаружил для себя, что там указаны те же 20 миллион при том же 1 кГц. То есть, стоят те же самые данные, не больше 20 миллион. А в данном случае у нас оно больше, потому что получилось 24 с копейками. Не знаю, что литокала нам дает. Посмотрим их емкость. Я сейчас домой, когда приду, я остальные заряжаю, тестирую на емкость. Я их сейчас все пройду, не измерю сопротивление. Вполне возможно, что это просто паршивая овца среди всего стада. Потому что там все имеют 18-19, а этот имеет, например, 24. То есть, он не справит. Но пока радует, что все те, что есть у меня, все они с нормальным сопротивлением. Изначально я рассчитывал, что у меня ячейка будет состоять из трех элементов. В сумме у меня получится 7,5 Ач. Этого будет мне достаточно, чтобы проехать 15-20 километров. Более того, я буду подкручивать, помогать педалями. Более того, есть спуски, есть подъемы. Ну, мне нужно, чтобы на подъем помогал. Но спуски, естественно, он не нужен. И я рассчитывал, что, в принципе, мне этого должно хватить с головой. Потому что я приезжаю на работу, ставлю велосипед, заряжается. Приезжаю домой, ставлю, он заряжается. И какой мне смысл собирать, допустим, на 10, либо там на 15 Ач. При этом вес увеличится в два раза. Мне же основное на работу с работы, на работу с работы. И, ну, зачем мне больше? Но сейчас я подумал, что все-таки иногда нужно будет куда-то заехать. Есть у меня определенные мысли где-то за городом покататься по таким проселочным дорогам. В этом есть что-то интересное. И я хочу все-таки поставить параллельно по одной вот этой ХА-4. Тогда у меня общая емкость будет около 10 Ач. И, в принципе, мне уже гарантированно будет хватать даже покататься где-то за городом. И потом приехать домой. Покататься, естественно, с нужной целью. А не просто так покататься, чтобы покататься. И вот, не знаю, так как у них внутреннее сопротивление больше, чем у остальных, то, скорее всего, основной ток будет уходить с элементов с меньшим сопротивлением. А только потом уже будет с него уходить. То есть он будет менее нагружен. Но я буду его ставить не для того, чтобы он у меня делил нагрузку. Потому что там, в принципе, те токи, которые у меня потребляет контроллер, с ними справится даже один элемент. А мне он нужен именно для емкости. Так что, наверное, придется вот так делать. Я не знаю, насколько это правильно или насколько это неправильно. Если среди вас есть опытные ребята, подскажите, пожалуйста. Что-то мне подсказывает, что это не совсем было бы правильно, если бы я, допустим, имел бы вот эти вот красные, их три штуки, они бы у меня были по 50 миллион. А вот этот один был бы на 15 миллион, то тогда это было бы неправильно. Потому что при нагрузке основной ток шел бы именно вот с этого одного элемента с самым маленьким сопротивлением. Хотя 50 параллельно на 3, там получится как раз те же 15-16. В общем, не знаю. Очень много спорных таких вопросов, в которых я не эксперт. И мне интересно... Ну, я думаю, что проблем не будет, учитывая, что у него сопротивление больше, чем у них у всех остальных. Поэтому ему одному точно не поплохеет. Наверное. Вы как думаете? Пишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Берегите себя, не болейте. И пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И обязательно включи этот чертов колокольчик, который в последнее время не работает. Надеюсь, что видео тебе понравилось. И на канале есть еще огромное количество видео по электронике. Два из них ты сейчас видишь у себя на экране.